Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что взять с собой и как одеться Об этом беспокоиться не стоит Наряд тут вам подберут Для того, чтобы пройти в эпицентр вам необходимо одеть Средства индивидуальной защиты Это защитный костюм Тайвек Для защиты одежды Верхнего слоя кожи От загрязнения И лепесток, ткань Петрянова Для защиты органов дыхания От радиоактивной пыли И это завязываем сзади Считать ли, что вы отправляетесь В экстремальное путешествие? Непременно В какой-то степени пребывание на полигоне Похоже на хождение по минному полю С вами будут наши люди Соответственно Не лезьте туда, куда они скажут не надо Не будьте на определенных местах Больше, чем вам позволят В результате вы, как и наша съемочная группа Непременно столкнетесь с радиацией 15 микрозивер в час Вот это попали мы на нас Да Мы вступили на радиоактивную почву Чтобы узнать о секретах Которые держались за колючей проволокой Действовавшего ядерного полигона И пытаемся понять Какая опасность четверть века Таится в земле уже после его закрытия Мы в эпицентре событий Воронка от первого ядерного взрыва на полигоне Подземные бункеры в 100 метрах от нее Они первые немые свидетели того испытания Один сохранил свою форму А второй Сейчас мы подойдем поближе Мы увидим, что его очень сильно повредило Несмотря на то, что это Высококлассный Высококачественный советский бетон Марки 900 Здесь все разворочено А находить в них что-то живое Было бы и погублено То есть тут все так Как и должно быть после атомного взрыва В эпицентре какая температура была? По всем справочникам так вот пишут В общих чертах где-то Температура достигала миллионов градусов Вам для сравнения Температура на поверхности ядра земли Округлена 6000 градусов по Цельсию И еще, для понимания Это музейный экспонат из Курчатова Вы видите кусок гранита размером с тумбочку В каменной породе сработал один из ядерных зарядов Теперь это пена Некогда валун, сейчас можно поднять одной рукой Но вернемся на опытные площадки Какие испытания здесь проводились И что строили для их проведения? 22 ноября 1955 года На полигоне идет подготовка К испытанию изделия РДС-37 Водородной бомбы Производится эвакуация городка В котором располагался персонал Обслуживающий опытное поле Этот городок находится В 16 километрах от центра Опытные площадки По расчетным данным Он должен получить серьезные разрушения Опытное поле опустело Расположенные вблизи от поля Жилые городки Эвакуированы Мы видим взрыв На расстоянии 60 километров Ни при одном из предыдущих взрывов Не было свечения Такой силы и длительности Это свидетельствует О необычайной мощности взрыва Осмотрим опытное поле Несмотря на то, что городок Находится в 16 километрах От центра взрыва Таня имеет значительное разрушение У них повреждены стены, крыши И перекрытия Городок к жилью непригоден Приблизимся к эпицентру взрыва Еще на один километр Здесь жилые дома и промышленные здания Разрушены полностью Водородный взрыв Когда был Нас Мы не ходили в школу Нас заставляли спускаться В основном частный сектор Живут в то время В подпол Привыкли А вот Потрясло Это испытание А что значит привыкли Как-то это все-таки чувствовалось Нет, это чувствовалось Именно вибрации В доме, в квартире Там, кто где живет А что это вроде землетрясения? Да, небольшое землетрясение И в принципе В общем-то у нас У строителей Расчет ввелся на Семибальную систему В 1963 году Атмосферные испытания На полигоне прекратились Все опыты спустились Под землю Все в прошлом Видимое становится Невидимым О специфике исследований Знает лишь узкий круг специалистов Занимающихся проектом И даже военные Обеспечивающие контроль Над полигоном Не всегда посвящались В нюансы А вам было известно Какие испытания проводятся Восставили в курсе? Когда появлялись Изделия в городе? А это никто не знал Да, вы что? Конечно Зачем это знать? Их даже Когда на площадке вывозили Это знали Спутниковую обстановку Потому что Здесь По минутам Отслеживалось И даже Вывозили Тогда, когда Не могли попасть Под спутник Так что Сергей Суботин Участвовал В подготовке И проведении Подземных испытаний Имел особый допуск К местам Исследований И не раз Бывал в непосредственной Близости От этих Горячих точек Чего же стоило Оказаться В нескольких километрах От ядерного взрыва У нас Наши скважины Располагались На удалении Где-то 100-200 метров От места От эпицентральной зоны Вот И поскольку Мы за ними Должны были Постоянно следить То Нас располагали Назывался ВР Это точка Временного расположения Где находились Военные То есть Где кнопка была Самого ядерного взрыва Потом Предупреждали Перед взрывом Ну то что Говорил Обязательно колени Подгибать надо было Почему? Ну потому что Такое ощущение было При взрыве Как будто тебя Снизу кувалдой бьют По пяткам Вот Если ты будешь Ровно стоять То у тебя Могут суставы Пострадать Можно ли скрыться От такой Разрушительной силы? На этот вопрос Искали ответы Здесь В метрополитене Который никогда Не слышал И скорее всего Уже никогда Не узнает Шум толпы И поездов Метров В степи Зачем Данные сооружения Использовались Для того Чтобы изучить Возможно ли Использование Данных сооружений В целях Убежища То есть Возможно ли Использование Данной станции Как бомбоубежище А что за Трещины? По расчетам Ученых После Ударной волны Трещины Должны были Пойти Именно в тех местах Где они Рисовали Эти черные линии В то время На полигоне Проводились И те испытания Чьей целью Было не разрушение А как бы это странно Не звучало Созидание Из мирных применений Ядерных взрывов Наука все-таки Придела попытки Сделать из графита Алмаз В горе Была пройдена Штольня В Штольне Заложили ядерный заряд И там Сделали специальные камеры Где разложили Графит Закрыли выработку Провели ядерный взрыв Вот С нетерпением Ждали этого момента Когда начали вскрывать И пробовали попасть В эту камеру Где должны были Находиться Алмазы Там Не находили ее Просто затратили Громадные деньги Прошли несколько выработок Не нашли Ничего И на этом бросили Этот день На полигоне завершен Я жду следующего Ведь завтра Мы должны попасть На объект Который я бы назвал Озеро Надежды Официальные его имена Озеро Чиган Или Атомное озеро Здравствуйте Здравствуйте Сегодня едем На Атомное озеро Да Что нужно знать Участникам Экскурсии Запрещается Совершать Самостоятельные действия Прикасаться К сооружениям И объектам Поднимать предметы С территории Брать их с собой Садиться на землю И другие предметы Принимать пищу И самое главное Пользоваться косметическим Принадежностью Запрещается Мало кто из нас Это будет делать Да Это озеро Образовалось В результате Ядерного взрыва Мощностью 140 кт Которое было проведено На глубине 178 метров В результате Образовалась воронка Глубиной 100 метров Вот И образовался Навал из пород Высотой до 30 метров Каково же состояние Атомного озера сейчас Стоит ли надеяться Что сегодня Мы откроем Купальный сезон Примерное распределение Это вот современное Распределение Можно посмотреть Вот на этих графиках 110 метров Практически Нулевое значение Как по третью Так и по стронцу И дальше С 10 метров Начинается резкий Скачок радионуклидов Так вот Это верхний слой Именно тот процесс Когда радионуклидов Нет в воде То есть Вода Она в основном Фильтруется Через плотину И через горные Поводы навалов Температура В летний месяц У нас может разогреться До 18 До 20 Градусов Дальше происходит Некоторый спад И уже на глубине До 40 метров Температура Опускается До 0,8 Градусов По Цельсию То есть С этим могут столкнуться Вот возможные Ныряльщики Которые будут купаться На подступах К озеру Нам встречается Местность Что иначе Как долиной Аргелитов Не назвать Глыбы Некоторые Из которых С половину Легковой машины Будто куски Плавленого масла Распластались По большой территории Во время Ядерного взрыва Скважине 1004 В результате Которая Образовалась Атомное озеро Происходил Выброс грунта Грунт выбрасывал На высоту До 1 километра И разброс Вот этих Обломков Тоже Разлетался На расстоянии 1 километра Если к камням Подходить Они еще Хранят память Ну они Примерно Такие же У них Где-то 0,92 Микрозивертов То есть Примерно 7-8 Раз Превышает Фон Ну который Характерен Для данной местности Поднимаемся На холм Нам Открывается Оно Атомное озеро Мы находимся На территории Площадки Балапан Данная площадка Была одной из основных По объему И масштабности Проводимых работ На данной площадке Было испытано 108 ядерных испытаний Это как раз таки Одно из первых 15 января 1965 года На слиянии Рек Чиган и Ащесу Было подорвано Было подорвано Ядерное устройство И в результате взрыва Как раз таки Образовалось Атомное озеро Взрыв Выбросил Из недр земли Более 10 миллионов Кубометров Грунта Так возникла Эта гигантская Воронка Пробы Грунта Взятые С различных Ее участков Из пылевого Следа Показали Что уже Через 50 дней После взрыва Величина Радиоактивности Снизилась До безопасных Норм Здесь на озере Какие максимальные Значения Дает Азиметр Ну вот мы сейчас То есть микрозиверты В час Что показывает данный прибор Он показывает Мощность дозы Гамма-излучения Вот В данном случае Вот мы видим Что где мы стоим Доза составляет 0,74 Сотых микрозиверта В час Доза Для Населения Которым Вот вы Относитесь Заявляется 1 миллизивер В год То есть Ну естественно Чтобы накопить Эту дозу Очень много Часов Нужно здесь Простоять В следующем выпуске Вы узнаете Цветут ли На полигоне Сады Радиоактивности Таки хорошо Растения В растениях Переходят То есть Они могут Оказаться В принципе И в листьях И в надземных Других органах И даже в плодах Как далеко Могут Мигрировать Радионуклиды С опытных Площадок Все работы Садились к тому Чтобы узнать Что где То есть Где загрязнение Какое Радионуклидный Состав Какие формы Мигрируют Не мигрируют И для чего Здесь был построен Штаб В котором Не прозвучал Ни один приказ Его и Бомбили Самолетом В свое время И Был один Даже мощный Накладной Взрыв Редактор субтитров Корректор А.Кулакова